Работа с текстурами на DirectX 12 Познакомимся с различными форматами, специально оптимизированными для работы с видеокартами Оказывается, текстуры могут быть в специально подготовленном формате для видеокарты Будет интересно! Погнали! Начнем по порядку Инициализация Что нужно, чтобы проинициализировать вообще любое приложение на DirectX 12? Для начала нужно сбросить список команд Используем Command List Reset Вспоминаем, что нужно увеличить размер дескриптора в куче У нас это переменная CBV SRV Descriptor Size После чего необходимо будет загрузить текстуры Потом мы будем собирать корневую сигнатуру Затем собирать кучу дескрипторов Далее будем собирать шейдеры и входной лейаут Будем билдить геометрию, материалы Отрисовывать все предметы на сцене Собирать ресурсы кадра И также состояние пайплайна PSO В конце необходимо будет закрыть список команд И внимание! Список команд только сейчас необходимо будет исполнить В DirectX 12, когда вы помещаете команды в список Они не исполняются сразу же Они исполняются когда-то потом Имейте это в виду Причем этот список команд исполняется оптимальным для видеокарты способом И после чего необходимо будет очистить список команд с помощью Flash Command List В Update будем анимировать материалы через какую-то дельту времени Обновлять буферы постоянные Обновлять материалы Буферы материалов И будем обновлять Main Path Основной проход Реализуем отрисовку с нуля Для этого необходимо получить список Command List Allocator Будем переиспользовать память И перезаписывать команды Для этого сбрасываем перед каждой отрисовкой Command List Allocator И сбрасываем Command List К слову данный кусок кода Используется в продакшене В Cosmo Engine Начиная с версии 1.0.5 И он является низкоуровневой частью 3D отрисовщика Для платформ Windows и Xbox Для платформ Windows и Xbox Как мы делали в одном из предыдущих видео У окна Треугольника Можете посмотреть на канале Здесь абсолютно ничего нового Повторяю для тех, кто новенький Очищаем Render Target View На этом этапе можно задать любой цвет фона По умолчанию используем черный цвет Можно поиграться и задать например Синий Или красный Но лучше придерживаться каких-то нейтральных Белых Либо темных тонов Очищаем Depth Stencil View И далее будем указывать Render Buffer Далее будем задавать Кучу дескрипторов Цель для отрисовки Задается с помощью OM Set Render Targets Некоторые рекомендуют Для удобочитаемости Использовать вместо авто Явные указания типов Это по сути Синтаксический сахар Который можете использовать Всякий раз Чтобы новые разработчики Понимали Какие типы Без угадывания Что там в авто лежит Особенно важно для тех команд У которых основная база Разработчиков По каким-то причинам ушла Далее Задаем Корневую сигнатуру И кучу дескрипторов Но иногда авто Все-таки можно применять Например Epic Games Рекомендует Применять авто В исключительных случаях Например В циклах В остальных случаях Лучше явно Типизировать Все типы В данном примере Будем использовать И то и то В таком формате Задаем Constant Buffer View Корневой И далее Снова применяем Ресурс Barrier У нас это Переходное состояние Transition Смотрите Внимательно Какие аргументы Применяются После чего Необходимо Будет Закрыть Список команд Есть Некоторые функции Которые будут Достаточно Объемными Так что Приготовьтесь Писать Много Кода Теперь Необходимо Будет Добавить Список команд В очередь Исполнения Это вот именно Тот случай Про который я говорил Как бы мы Эти команды Не добавляли Что бы мы туда не клали Они исполняться будут Уже Автоматически Чтобы хоть как то управлять ресурсами DirectX используют Fence И Ресурс Barrier Это что то вроде Mutex Если вы знакомы с такой Конструкцией Но для видеокарт Позволяет Хоть как то Упорядочивать Процесс Применения Каких то Этапов Графического Конвейера Не забываем Поменять местами Front и Back Буферы Обратите внимание Используем обертку Throw if failed Помечаем команды Заграждением Fence И сигналируем Что мы закончили Добавлять команды В очередь Наберитесь терпения Кода придется писать много Обновляем Константные буферы Для объектов Это делается С помощью Следующего Вызова функции Необходимо Во-первых Получить Текущий Объект Константного буфера Объект Констант Буфер Далее Будем пробегаться По всем Предметам Которые Необходимо Отрисовать Am all Render items Получаем Состояние Текущего кадра Он является Грязным Или нет Данная конструкция Флажка Используется Для того чтобы Оптимизировать Отрисовку Если например У нас Константный буфер Изменился То есть мы будем Отрисовывать кадр Если что-то поменялось Если нет То мы пропускаем Данный кусок кода Зачем грузить Видеокарту Используем Математическую Библиотеку Из DirectX Как видим У нас тут XM Matrix появились И XM Load Float 4х4 Вы уже знакомы С матричными операциями И соответственно Знаете как эти структуры Должны выглядеть Внутри Поэтому знакомимся С еще одной нотацией И реализацией Но теперь от Microsoft Матрица World Text Transform Это Transform Текстур Потому что у нас появляются текстуры Транспонируем матрицы И копируем их В константы Объекта Далее Необходимо будет обновить Состояние Frame Ресурса Для материалов Логика примерно Такая же У нас есть Material Constant Buffer И пробегаемся По всем материалам У нас есть Такая структура Данных Как Material И теперь Можно проверить Также С помощью Такого вот Грязного флага NumFrames Dirty В текущем кадре У нас что-то поменялось В Constant Буфере или нет Если поменялось То мы будем Обновлять Transform Материала Это матрица 4х4 И в константы Материала Будем записывать Данные Которые получаются Из Материала У нас Используется Очень простой Материал У которого есть Альбидо Также Фринель И Жесткость Реализация Абсолютно такая же Как в OpenGL И Vulcan Как мы делали ранее Только теперь На другом Языке шейдеров HLSL Теперь давайте Обновим Главный Проход Констант Буфера MainPathCB Получаем Матрицу Просмотра View И также Будем задавать Всяческие Матрицы Получающиеся В результате Преобразования Этих матриц Например при Умножении Матрицы View Получается View Соответственно Обратная Матрица View Inverse View Это у нас Матрица Которая Получается С помощью Обратной операции Детерминанта Матрицы View И соответственно Inverse Projection То же самое Для матрицы Проекции И делаем Тоже обратную операцию Для Inverse View Projection Детерминанта Вот такие Сложные операции Нужны Чтобы Задать Некоторые Параметры Во-первых Шейдеров Во-вторых Нам это все Потребуется В дальнейшем Не переживайте Теперь В MainPath ConstantBuffer Задаем Соответствующие Матрицы Мы Передаем Их с помощью Метода XM StoreFloat 4х4 Первым параметром Задается то Куда мы будем сохранять Конечно же Проект к видео Исходный код И дополнительные материалы Найдешь по первой ссылке В описании А вторым параметром Что мы будем записывать В нашем случае Это транспонированные Всевозможные Матрицы Также у нас есть еще В MainPath ConstantBuffer Во-первых Размер RenderTarget То есть Отрисовки Целевой Размер Позиции Glass EyePosition Также Inverse RenderTargetSize Это Обратный Размер RenderTarget Как мы видим Это по сути Единица На размер окна По Ширине И по высоте Соответственно Далее Задается Ось Frustrum То есть Это вот у камеры Near Ближайшая И Far Дальняя Область Отсечения Также у нас есть Общее время игры Которые получаются С помощью GT Это GameTime TotalTime И DeltaTime Из GT DeltaTime У нас есть еще Параметр AmbientLight И Несколько Источников Света В данном случае Будем использовать Простую схему С небольшим количеством Источников Света Пока что Без HDR Поэтому захардкодим Направление Источника Света По индексу 0 Его силу И Также добавим Еще один источник Света И давайте Напишем Определение Этого источника Света Есть Направление И соответственно Сила А чтобы не было Так скучно Писать код Будем развиваться Культурно В этом месяце Мы празднуем Семенов день И Маулит Аннаби Семенов день Напоминает нам О начале Нового года По старинным Русским традициям Мы также Отмечаем Маулит Аннаби Праздник В честь рождения Пророка Мухаммеда Который Олицетворяет Собой Свет Мудрость И стремление К праведной жизни Поздравляем всех С этими Знаменательными Событиями Гордимся Нашими Традициями И культурой Возвращаемся К туториалу Теперь Перейдем К шагу Загрузки текстур Собственно Поэтому Вы и Перешли К этому видео Текстуры У нас Задаются В формате DDS Это специальный Формат Который Придумали Компания Nvidia Вместе с Microsoft Чтобы оптимально Располагать в памяти Текстуры И не поверите Он очень Оптимизирован С точки зрения Загрузки И работы На видеокарте Потому что Видеокарта Может кушать Этот формат данных Напрямую Без всяких Промежуточных Этапов Microsoft Предоставляют Дополнительные Утилиты Для того Чтобы конвертировать Ваши обычные текстуры В формат DDS Можно использовать Adobe Photoshop Но я не рекомендую Так как в Visual Studio Есть свой редактор DDS Текстур Как это здорово Вы можете Сразу же Поправить Косяки Которые сделали Артисты И это не все Что позволяет Делать Visual Studio Тут есть еще много Интересных Утилит Напиши в комментариях Какие форматы Изображений Используешь Для своих материалов И текстур Собственно Мы в Массив Текстур То есть у нас это Вектор Записываем Непосредственно Чекборд Текстуру Теперь Перейдем К довольно Скучному этапу Создания Корневой Сигнатуры В DirectX Используется Достаточно Оптимальный Подход Когда Прежде чем Что-то Подать В функцию Или метод Необходимо Это Описать С помощью Дескриптора К слову Unreal Engine Рекомендует Тоже Использовать Свои собственные Структуры Прежде чем Подавать Аргументами В Epic Games Что-то Знают Про Оптимизацию Итак У нас есть Рут Параметры Так называемые Слот Рут Параметр В данном случае Оптимальным способом Является Задание этих Корневых Параметров В порядке По Возрастанию От Наиболее Используемого Параметра До Наименее Используемого Параметра У нас Это В первом случае Дескриптор Table Таблицы Дескрипторов А далее Constant Buffer View Их у нас Три штуки Получаем Статические Семплеры И описываем Корневую Сигнатуру Чтобы отлавливать Ошибки Можно использовать Блоб И умный Указатель Компоинтер Это фишка Именно Windows Сериализируем Корневую Сигнатуру Serialize Root Signature Версия 1 Получаем Адрес И так же Для ошибок Тоже Получаем адрес Передаем В сериализатор И обрабатываем Ошибки Если есть ошибки Вводим DebugString Этот метод Для Windows Вы можете В дальнейшем Обернуть Данные Нативные вызовы Винапи Уже в свои Какие-то Обертки Например У Cosmo Engine Используются Свои Методы для обработки Ошибок И свои типы Но Этот пример у нас Шаблонный Поэтому Для изучения Вам важно знать Как Нативно работают Вызовы API Именно системные Переходим к сборке Куч дескрипторов Профессионалы Доверяют Киберкала Learn И изучают Intensive 3D игровой движок На C++ Это продвинутый набор Эксклюзивных материалов Для тех, кто хочет Освоить создание Игровых движков И собственных игр На C++ Переходи по первой Ссылке в описании И приобретай Intensive И все исходники Уже Сегодня Вы уже на полпути Поздравляю Кучу дескрипторов Создаем Абсолютно Шаблонным способом Сначала У нас Описывается Дескриптор Нужно указать Количество дескрипторов В данном случае У нас один Тип Это D3D12 Дескриптор HIP Type CBV Это Шейдер Ресурс И UAV Используется Для загрузки текстур Шейдер переводим в состояние флага Visible Далее Попросту Создаем CreateDescriptorHIP И проверяем на ошибки В любом случае Стоит задуматься над тем Как оборачивать сразу же Вот эти все вызовы Потому что вам Так или иначе Придется работать с разными платформами Остановите видео И задумайтесь Надо ли вам Приложение только Под Windows Получаем Descriptor Handle Из самого начала кучи Get CPUDescriptor Handle For HeapStart Из вектора текстур Получаем нашу текстуру Шашечки Теперь Настало время Задать Дескриптор Описание Shader Ресурс View Непосредственно Ресурса нашего шейдера Формат получается Из самой текстуры Помните Мы положили В Checkboard Еще и формат View Dimension Указываем Что это Shader Ресурс View Разрешение Текстура 2D По умолчанию Самый детализированный MIP у нас Нулевой И количество MIP уровней Получается из Самой текстуры DDS Данный формат Позволяет хранить Сразу же Несколько MIP уровней В одном файле Еще Стоит отметить Что DDS Это все-таки Пожатый формат То есть он Использует Компрессию И декомпрессию Текстур В связи с этим Лучше использовать Утилиты Которые предоставляет DirectX Для работы с этим форматом Все есть По ссылке в описании В интенсиве Проверьте И посмотрите Можно также Использовать Продукты От Adobe Например Photoshop Но у него есть Свои косяки И не всегда получается Корректно Сохранить В формате DDS Поэтому Лучше используйте Заголовки Которые предоставляет DirectX Или специальные Утилиты От Microsoft Кстати Игра FlatOut Как раз Использует DDS формат Текстур Вот как выглядит Шейдер внутри В принципе он Похож на тот Шейдер Который у нас был В OpenGL И когда мы Собираем шейдеры И input layout Мы должны Описать То что приходит На вход шейдера И соответственно У нас тут есть Позиция Нормаль И координаты Текстур Текст координат Смещение 12 12 байтс Такой способ построения Геометрии Называется Построение геометрии Процедурное То есть мы генерируем Геометрию Из кода Без использования Утилит Создания цифровых активов В простонародии DCC У нас есть уже Предзаготовленное Описание Коробки Оно в принципе Такое же как и везде Мы попросту Описываем количество Вершин Их координаты И записываем все это В огромный массив У нас есть Вертексы и Индексы То есть вершины И их соответственно Индексы Далее нужно в цикле Пробежаться По всем вертусам Или вертексам И создать новый Вектор Из вертексов У которого есть Позиция Нормали текстуры И соответственно Из процедурной Коробочки Box Мы должны Перенести эти данные В наш Вектор вертусов Таким образом Наполнив его Индексы Тоже можно получить Из-за нашей Процедурной Функции Которая генерирует Коробку Box У нас это целый Заголовок Для генерации Процедурной Геометрии Как раз для тестов Очень полезно Далее будем Непосредственно Работать с Процессором И видеокартой Нам необходимо Знать Байтовый Размер Непосредственно Вертексов И индексов Далее Создаем Уникальный Умный Указатель Который Управляет Жизненным циклом Динамически Выделяемых Объектов Вот Что значит STD Make Unique Это наша Геометрия В данном примере Все не совсем Оптимизировано Как хотелось бы Но опять же Оно работает Для того Чтобы показать вам Как можно Делать кубики И накладывать Текстуры на кубики Создаем Блобы И копируем Данные Вертексов И индексов Непосредственно В буфер На центральном Процессоре Далее Необходимо Переместить Данные В видеокарту Как видим Есть специальный Вертекс Буфер GPU Можно из Видеокарты Получить данные По этим Вертексам И соответственно Индексам Для последующей Загрузки В видеокарту Или обработки Где-то еще Нам же Все это нужно Чтобы наполнить Вектор Или Массив Или список Неважно С геометрией Которая есть на сцене Таким образом Будем управлять Ресурсами У геометрии Есть несколько Встроенных Параметров Это у нас страйт Буфер Сайз В байтах То есть Размер буфера Формат индексов Далее Индекс буфер Байт Сайз И аргумент По сути Тег Бокс Записываем Все в М Геометрис И готово Теперь нужно Задать Дескриптор Состояние Конвейера Пайплайн State Object Сначала Очищаем Память И Записываем Входную Лайаут Это по сути Шаблон Данных Помните У нас есть Инпут Лайаут Который Соответствует Далее Процесс Задания Корневой Сигнатуры И Вертекс Шейдера Можно получить Данный Шейдер С помощью Кастинга Reinterpret Cast Мы Приводим к типу Байт К указателю Байт И получаем из шейдеров Указатель на буфер Соответственно Для Пиксельного Шейдера У нас происходит Симметричная Ситуация Только вместо VS Вертекс Шейдер У нас есть Апак Шейдер Апак PS То есть Непрозрачный У нас есть специальный массив Объектов Которые являются Непрозрачными Задаем Состояние Растерайзера Оно у нас по умолчанию Состояние Перехода BlendState Можно получить его С помощью BlendDescriptor И задать его По умолчанию Тоже самое Производим Для Def Стенсила Состояние Сэмпл Маск У нас Максимальное Значение Unsignited Integer И Топология Треугольники Можно использовать Не треугольники Можете рискнуть И посмотреть что получится Но Все Текущие Игроделы Работают Только с треугольниками Хотя я видел статьи Которые пытаются Перейти именно На квады Но ввиду того Что всем лень Переписывать Математический аппарат Для работы с Камерами Кватернеонами А там много проблем Возникает Если мы просто Поменяем Топологию То Соответственно Все решили забить И годами просто Используют Треугольники Хотя Уже можно В принципе Состояние технологий Позволяет использовать Более сложную Топологию Ресурсы кадра Получаются С помощью Задания Массива Фрейм ресурсов Перебираем В цикле И записываем Фрейм ресурсы Соответственно Для того чтобы нам Создать материалы Забилдить их Необходимо описать Для начала Что такое Материал У нас есть std make unique Умный указатель Мы создаем CheckerCrate Это материал Который является Типом умного указателя У него есть параметры Название ConstantBufferIndex Индекс постоянного буфера DiffuseSRV HipIndex Albedo Параметр Фринеля И Шероховатость Roughness После чего Все записываем В Структуру M-Materials Далее нам необходимо Забилдить То есть Предварительно Собрать Те В данном случае У нас Сцена Простейшая У нас Есть Куб У этого Кубика Есть Материал И геометрия Также ConstantBufferIndex И примитив Топология У нас Треугольники Вот тут Можете попробовать Сравнить Что получится Если мы Возьмем Тип Топологии Triangle Из DirectX12 Или D3D12 А также TriangleList Заодно и узнайте Чем отличается Треугольник От списка Треугольников Это две разные структуры В DirectX Есть множество Различных Описаний Топологий От точек До связанных точек До линий Связанных линий Треугольников И так далее Далее Задаем Начальную Позицию Индекса Количество индексов Базовая Позицию Вертекса Все получается Из BoxRenderItem И сохраняем В AllRenderItems Это у нас Вектор Мы Пушим в конец Пушбэк Добавляя таким образом Элемент И соответственно В непрозрачные Apecu RenderItems Тоже добавляем данный элемент Из всех RenderItems Когда мы будем Отрисовывать RenderItem Мы будем получать Следующие переменные Вычисляем Размер Константного буфера Для всех объектов И материалов Получаем непосредственно Константный буфер Из-за ресурсов Из-за текущего Кадрового Ресурса В цикле Пробегаемся По всем предметам Или объектам Которые необходимо Будет отрисовать И загружаем Все это дело В список команд Нам необходимо Вызвать SetVertexBuffers Далее Вызываем SetIndexBuffer После чего Необходимо опять же Получить Примитивную Топологию Задаем Примитивную Топологию У нас все это уже задано Ранее Мы в данном случае Все просто Получаем То есть данные сюда приходят Мы их обрабатываем Шейдер Ресурсвью Дескриптор Хип Куча дескриптора Для ресурсов шейдера Необходимо задать Смещение текстуры TextOffset Получаем Виртуальные адреса Для непосредственно Констант буфера Из видеокарты Для буфера Именно объектов И далее Для буфера Материалов Данный метод Вообще Является одним Из самых основных Потому что мы сейчас Пройдемся по всему Что можно было сделать В данном примере Задаем Корневую таблицу Дескрипторов И ConstantBufferView Для объектов И материалов В данном случае Мы используем ConstantBuffer Но в принципе Ничто не мешает Вам использовать И другие Способы Для отрисовки Кадров Почему вообще Используется DDS формат Представьте что вам нужно Для каждого формата Изображения Создавать Свои Определенные Дескрипторы Допустим Художник забыл поставить Галочку Что мы работаем Например В пространстве sRGB И у нас Сырые данные Приходят В RAW Или RGB Соответственно Вам необходимо Поменять Дескриптор Для того Чтобы обработать Такие текстуры И чтобы вот это все Нивелировать Так как у вас Количество дескрипторов Ограниченное Придумали формат DTS Текстурированный кубик Я вас поздравляю Вы дошли до конца Наконец-то Радуемся результату Смотрим на FPS Надеюсь это видео Понравилось Узнали что-то новенькое И благодарю За просмотр Редактор Редактор Корректор 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 Корректор